здравствуйте мы продолжаем серию видео о деятельности МВЦА и я хотел бы вам представить нашего сегодняшнего гостя это казахстанский писатель эксперт в области образования и инноваций габит бекахметов здравствуйте очень рада вас видеть сегодня здесь и сразу же вам первый вопрос вот я изучала ваше интервью и вы неоднократно говорили в пожеланиях о том что хотите чтобы наша молодежь была смелая и мыслила глобально вот расскажите пожалуйста откуда брать эти качества как нашей молодежи научиться этому мне кажется то в общем такая философия у нас достаточно распространено становится в мире потому что мы видим какие-то деглобализацию и идея такая как бы мысли глобально действую локально никак нельзя остановить перекрестное опыление идей идеи будут из континента в континентом из стран страны из культур в культуру из компании в компании переходить и люди будут наверное всегда открыты таким инновациям но для того чтобы действительно осмелиться что-то такое делать иногда многие как бы наши ребята сейчас думают вот но потом обязательно быть там или быть знаете вот как-то подвязывают каким-то локация нужно мне кажется быть храбрым и начинать с того места где ты находишься и как бы создавать вот такие вот культуры вот и мне кажется в этом отношении отличную работу провела ваша организация мвца на то что вы создали действительно совершенно новую субкультуру и совершенно новые методы вообще как вести бизнес то есть вы очень сильно влияете как бы инфраструктурно культурно на молодежь недавно я был такой школе гордон стоун в великобритании там учились два поколения королевской семьи вот включая вот нынешнего короля и я решил как человек из образовательной сферы этом открывал там несколько школ уже казахстане я начал наблюдать за их воспитательными процессами и и я увидел что они прямо активно учат их храбрости представьте себе например ученики в старшем классе там 45 учеников вместе с каким-то моряком там их воспитателем уходят в открытое море на паруснике и они учат покорять их учат покорять стихию или там другой момент я увидел как они идут занимаются альпинизмом там школьники лазят по горам да это тоже определенная стихия там покоряешь воздуха не знаю высоту да и они мне сказали очень важную вещь вот этот вот их как бы президент этой организации мне говорит очень важно чтобы люди слишком не застревали зоне комфорта то есть настоящие лидеры они не должны удовлетворяться зоной комфорта как только мы видим что они в точке в зоне комфорта мы их толкаем на другую зону чтобы они заново то есть даем им новые челленджи чтобы они как бы преодолевали их и они говорят основная наша философия чтобы мы хотим развивать характер я думаю что мы очень много внимания здесь уделяем разным знаете скиллам типа там программирование математика физика английский там у нас везде там проставлены kpi какие-то олимпиады есть какие-то там из тесты но мы очень часто забываем о том что нужно в первую очередь работать над характером казахов из выражения например там все как по сдк да и это это ссдк характер он частично съек но большей части может быть даже ед и над этим надо работать и храбрость мне кажется от берется из вот этого окружения из взаимопомощи из вот этой вот эмпатии мотивации но мотивация тоже не должна быть знаете такое вот она сейчас такая голословная мотивация это в первую очередь пример это действие то есть ты видишь когда кто-то делает то что он говорит видишь что-то получается тут реально крутые результаты вот это есть мотивация то есть по сути нам нужно немного слов или обещаний нам нужно много действий и много результатов и чем больше их будет становиться рост будет экспоненциальный спасибо большое такой прям широкий ответ и действительно заставляет задуматься вы неоднократно также упоминаете чувство долга да вы говорите о том что старшие вот должны помогать сейчас тоже говорите да про мотивацию действиями это очень необычно смотрится и слышится на фоне такой новой идеологии когда всем вот грубо говоря да с каждого утюга говорят о том что ты никому ничего не должен никто никому ничего не должен и вот многие сейчас живут вот этой новой религии вот подскажите по вашему чувство долга как вы бы вы интерпретируете это слово я думаю ты не можешь ни на кого навязать это чувство долга на естественным образом есть у многих людей они они действительно хотят что-то такое сделать знаете но это становится легче в этот вот свое чувство долга это как может быть даже дело чести да вот это выполнять вот такие вот функции когда когда культура поощряет это когда народ как бы поддерживает это сейчас мы видим такую тенденцию вот из-за может быть отчасти из этого индивидуализма или из-за может быть очень сильной концентрации на таких понятиях там как аутентичность и так далее как только кто-то ну знаете очень открыто информационное поле да как только кто-то что-то хорошее делает может быть действительно из чувства долга другие начинают его критиковать да он лицемер на самом деле там такое то допустим или да он делает то там на самом деле это другие цели преследует ну смотрите если человек делает в принципе что-то такое хорошее давайте просто все похлопаем войнат да и и пусть это будет примером для других я думаю что нужно одинаково относиться к делам всем этим хорошим кто бы их не делал потому что это становится привычкой культурой и нормой я не говорю что у людей нет чувства долга говорю давайте просто научимся как бы learn to celebrate как называется радоваться что ли этим вещам по-вашему это поспособствует скажем так снова возвращению да от индивидуализма когда ты никому ничего не должен в сторону чувства долга все просто должно это красиво происходить и не надо там прям копаться покопайся лучше в себе да хорошо следующий вопрос вот есть такое распространенное выражение что самые лучшие инвестиции это инвестиции в себя и в свое образование вот как эксперт в области образования и инновации подскажите как инвестировать в себя правильно чтобы максимизировать шансы на успех как для самого человека так и для общества аром баффет он в день читает 500 страниц тратить его там 80 плюс лет до это 500 страниц и читаешь и понятно что мы все я думаю сходятся во мнении что что говорят билл гейтс вот эти все известные люди не говорят что надо побольше читать я с ними полностью согласен потому что если вы проанализируете там не знаю все ваши беседы разговоры то может быть 80 процентов этих разговоров они об очень простых вещах то есть это очень поверхностные вещи если в ежедневной нашей деятельности мы не обсуждаем идеи то мы не развиваемся книги они как раз таки вот заменяют вот эту беседу то есть читая книги ты можешь супер концентрироваться и превратить вот этого автора в своего собеседника то есть читать не просто чтобы перелистывать там страницы там и выписывать это цитаты а превращать автора в собеседника и как бы даже может быть прокручивать там его голос и как бы вот и как бы а то есть реагировать на все что он пишет мне кажется это уже будет такая большая часть саморазвития кроме этого почему книги я считаю что очень полезно саморазвитие потому что мы сейчас подвергаемся очень коротким таким рилс знаете вот разного рода stories там небольшие тексты там twitter да там да все вот это клиповое мышление и мне кажется благодаря вот разного рода таким серьезным книгам мы можем научиться концентрироваться и учиться чему-то действительно второй это как правильно подбирать разного рода курсы для себя люди думают что там что-то дорого или там это слишком дешево то есть они очень сильно на цену до смотрят ну наверно если в среднем взять наверно то что все-таки дорого наверно все-таки болезни ну если они действительно там что-то дают мне кажется чем больше ваш доход мне кажется нужно держать вот этот вот расходы на саморазвитие как бы как процент от вашего дохода но в вопросе да если вы помните я говорила что как бы максимизировать да увеличить шансы на возврат хороший не только для самого человека лично но и для общества да сейчас кроме того вот часто говорят о том что умные светлые умы к сожалению да брейн то есть утечка мозгов да о том что такие люди они много вкладывают вот среда тоже как бы вкладывает поддерживает а потом этот человек он уезжает и тогда как будто бы общество не совсем выигрывает ваш подход вот о котором вы только что вот сказали порекомендовали он помогает он способствует если наше общество справедливое если эти если мы дали хорошее воспитание и образование этим детям этим молодым людям если они действительно чувствуют долг перед своей страной из-за того что это было справедливое такое действительно заботишься о них общество куда бы они не уехали они если даже не вернуться они будут приезжать сюда у нас действительно проблема схемы капитал теперь если мы их будем здесь держать им здесь даже не у кого научиться пусть едут но даже если они там обучились еще не факт что они смогут вот это применять потому что обучение это только фундамент дальше нужна практика нужно как бы быть в подмастерье у самых крутых людей в мире то есть нашей нашим чтобы умным способным ребятам нужно находить самых крутых людей в своей сфере в мире и стать их учениками с ними работать а потом поверьте мне вы сами скажете лучше будь там будь там голливуде тимур снимать там фильмы и надо сюда приезжать потому что будучи там он даже больше сделает для того для нас здесь пять же давайте мы будем говорить не критиковать его за то что он уехал говорить научись там мы тебя все здесь ждем нашей деревне нашим городом поддержка да молодец работой развивайся приезжай помогай нам ты наш герой тот человек тот профессионал который занимается саморазвитием независимо где бы он где бы он ни был вообще даже даже там находясь какой-нибудь может быть живет в вагончике до сам по себе например но если у него подключенный интернет и он действительно хочет вот сконцентрироваться и и будет смелым храбрым уверенным себе тогда все будет нормально спасибо как раз вы до этого упомянули да термин человеческий капитал и очень много в последние годы нам много да вот платформ площадок где приглашает экспертов обсуждает что такое человеческий капитал сессия на форуме astana finance days где вы принимали участие она тоже да сфокусировалась на этой теме вот не могли бы вы нам рассказать простыми словами что вы понимаете под human капитал и как его правильно использовать для стимулирования инновационного потенциала human капитал это у меня нет такого прямо нижнего вот прям четкого вам этого объяснения но как я это вижу это конечно же какой-то набор знаний компетенции намерений и культуры и вот этот вот даже если ты будешь все хорошо знать и уметь но если у тебя нет вот этой культуры отдавать делиться делать что-то полезно не только по капиталистическим меркам допустим а в какой-то сфере и даже по каким-то социалистическим да по каким-то идеиным соображением вот это все вместе мне кажется есть human капитал мне кажется вот этот вот момент делиться это тоже часть этого human капитал то есть она это не просто твои там компетенции знания и навыки но это еще и твое твое желание уходить какой-то collaboration да и как-то вот отдавать это обратно своему обществу эффект от какой-то human капитал он может быть выше при правильной культурной обстановке какие инструменты существуют для улучшения человеческого капитала в нашем обществе и в нашей стране до определенного возраста наверное вот эта модель аульского воспитания она правильно то есть это побольше времени на природе побольше времени на улице вот это вот питание это общение знаете чтобы вырастить крутого человека вообще нормального человека нужно чтобы он как будто англичан говорят it takes a village to raise a child то есть нужно аул для того чтобы вырастить средний аул это размером 150 человек средний размер племени надо чтобы дети побольше общались с людьми с разными людьми пусть вот от мала до велика и могли с ними постоянно находиться в каком-то interaction общение в городской же среде это сложнее делать потому что все живут в этих вот в квартирах пузырьках в воздухе да и мы при этом друг друга очень слабо знает то есть наоборот тоже вселяем очень рано им страх коммуникации коммуникации саморазвитие это не просто какие-то вот знания это в большинстве в основном своем это вот какие-то даже такие социальные навыки мы с вами встретились сегодня на площадке мфца то мне очень интересно узнать что вы думаете о нашем институте и вообще об образовательных проектах центра и о роли и вкладе центра именно в развитие человеческого капитала нашей страны при мфца вот это бюро бисепеди допустим и вот эти другие образовательные ваши проекты проекты профессионального развития они решили вопрос и цены и качества и сделали доступными даже вот при астана хаби которые проекты сделали доступным очень много мировых наверное проектов сертификации для обычных людей то есть любой человек которого достаточно храбрости уверенности он может прийти и здесь полный цикл пройти и стать профессионалом мирового уровня не уходя далеко да не надо даже никуда ездить здесь можно сделать это очень круто учитывая что сама по себе вообще на самом деле астана это одна из многих столиц центрально азиатских там стран да ашхабад ташкент казалось бы вот астана бишкек но благодаря тому что у нас есть вот это очень сильная профессиональная база даже вот посмотреть сколько людей с профессиональной квалификации cfa chart of financial analyst если разделить это на популяцию города допустим вот москве и у нас москва наверно раз десять больше астаны но количество chart of financial analyst москве всего лишь раза в два или три больше чем здесь это очень крутой результат спасибо вам большое за сегодняшнюю увлекательную беседу я хочу обратиться к тем кто сейчас смотрит это интервью подписывайтесь на наши аккаунты на аккаунты международного финансового центра потому что мы готовим очень много интересного и полезного контента до свидания